Всем привет! Друзья, сегодня обойдемся без духовки, готовим десерт. Да что там десерт, практически торт! А из продуктов понадобится творог и печенье. Все очень легко и очень вкусно, еще и красиво. Давайте начинать! Первым делом нам необходимо замочить желатин. У меня здесь 20 граммов, 2 полные столовые ложки. И сюда выливаем 5 столовых ложек кипяченой, но остывшей воды. Перемешали, и пусть постоит, набухнет. Желатин набух, я его поставил растапливаться на водяную баню. Беру творог 600 граммов и добавляю 4-5 столовых ложек сахара. Сюда же добавляю йогурт, у меня домашний 140 граммов. И пробиваем все блендером. Вот такая консистенция получилась, однородная. Не переставая взбивать, вводим растопленный горячий желатин. И наша задача, полученную массу поделить пополам. Ну, желательно. В половину творожной массы будем добавлять свежесваренный кофе. Друзья, я использую свой любимый от компании Торрефакто. Интернет-магазин с огромным выбором кофе. Бразилия Сантос, это мой любимый кофе. Он как раз с оттенками жареных орехов и какао. То, что нужно. А какой кофе любите вы? Напишите в комментариях. Я обожаю пробовать разные новые вкусы. И в этот раз заказал зерна свежеобжаренные. Уганда Сипи Фолс. Апельсин, яблоко, карамель. Мне кажется, будет здорово. За что люблю магазин Торрефакто. За то, что у них всегда свежая обжарка каждую субботу и нужный вам помол. Ссылку на магазин оставлю внизу в описании. Кофе готов. Остужаем. Добавляем в творожную массу остывший кофе. И ложку столовую какао. Кофе я взял 3 ложки. Будет достаточно. Легкий такой аромат узнаваемый. Пробиваем. Обе массы у нас готовы. Еще нам понадобится печенье и кофе. Первым слоем выкладываем белый творог. И выравниваем его. Следующий слой кофейно-шоколадный. Стараемся выкладывать аккуратно, чтобы слои у нас не смешались. Быстро макаем в кофе печенюшку. И выкладываем. По центру добавлю половинку. И так слой за слоем, друзья. Белый кофейный печенье. Белый кофейный печенье. Красота! Десерт накрываем пленкой. И убираем в холодильник на застывание. По времени несколько часов. Наберитесь терпения. Оно того стоит. И сейчас самое время приготовить глазурь. Мы ее делаем из 3 столовых ложек какао, 3 столовых ложек сахара и также 3-4 ложки сметаны. Все перемешиваем и отправляем на плиту. Хорошо прогреваем, чтобы получилась однородная масса. Остается добавить сливочное масло. Граммов 50. И перемешиваем до полного его растворения. Пускай остывает. Глазурь получилась замечательная. У меня прошло 3 часа. И мне кажется, все отлично застыло. Ох ты! Вы посмотрите, какая зебра у нас получилась. Терпения больше нет. Друзья, переложил глазурь в мешок. И вот так вот, достаточно обильно, мне кажется, поливаем сверху. Ну и смотрите, что у нас на срезе. Режется отлично. Забрал. Летом такой десерт будет идеален. Не надо включать духовку, и в жару такой вот холодный творожок будет очень даже кстати. Друзья, готовьте с другой кухней, и у вас всегда получатся великолепные рецепты. Ждем вас завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok